Особое мнение на 101FM Самые важные новости также в нашей группе ВКонтакте и на сайте kirovgrad.ru Мы с Ольгой, сразу сознаюсь, встречаемся не в прямом эфире, за два часа до него, потому что сегодня комитет из законодательного собрания. Ольга, что предстоит обсуждать? Там два у вас комитета, по-моему, по экономике и развитию предпринимательства и социальный комитет. Есть ли какие-то важные для кировчан вопросы? Ну, вопросов-то в любом случае много, то есть все вопросы, которые мы сегодня обсудим, так или иначе попадут на пленарное заседание завтра и будут или не будут приняты к исполнению. Один из моментов, который мы хотели бы с вами обсудить, это как раз алкогольный закон, который тоже массово обсуждается, но мы как раз говорим о том, что в феврале месяце был принят федеральный закон, который разрешает субъектам принимать на местах решения по регулированию продажи алкогольной продукции, в частности, пива, сидра и медовухи. Мест продажи, да. Как раз законодательно закрепить, где можно, а где нельзя. И вот как раз сейчас на повестке закон мой коллега Владимир Панарьев предложил как раз ограничить, во-первых, время продажи, то есть с 23 до 8 утра нельзя будет продавать алкоголь в многоквартирных домах и прилегающих территориях, за исключением ресторанов. И также полностью уходит из оборота продажа в, сейчас я вам скажу точно, в закусочных предприятиях быстрого обслуживания. То есть мы сможем продавать пиво, пивные напитки, сидры, пуэры, медовухи только в ресторанах, барах, кафе, буфетах. Это в ночное время? Это вообще. А в ночное время запрещается везде, кроме ресторанов. Как раз-таки вот у нас и была проблема вот всех этих забегаловок, когда вроде как общепит, можно продавать. И вот эти все магазины 24, которые ставили один столик и начинали торговать под видом бара и так далее, мы как раз говорим о том, что сейчас это все запрещается. Ну, посмотрим, как выживем. Возможно, все эти забегаловки вдруг станут ресторанами. Ага. Изменят вид деятельности у нас они. Ну, мы это как раз тоже отговорили, на совете обсуждали, и вроде как говорится о том, что у ресторанов есть свои нормы соответствия, но тем не менее, вроде как жестко ничего не прописано. Ну, посмотрим, как бы время покажет в любом случае, так или иначе с этим что-то нужно делать, потому что в любом случае поток большой от жителей обращения о том, что невозможно жить, особенно где в многоквартирных домах, очень такие вот эти активные рюмки так называемые. Ну, вот посмотрим, каким образом сейчас вступит в силу закон, и сможем ли мы как раз закрыть вот эти все учреждения, которые так мешают гражданам жить. То есть речь идет именно вот о тех местах, где в ночное время приходят, и вроде бы можно купить там, и покупают иногда там, иногда берут на вынос, то есть вот про эти точки. Да, про эти точки мы как раз говорим. А бизнес добропорядочный среди владельцев этих точек присутствует? Я думаю, что в любом случае кто-то попадет. Вот в пояснительной записке, вот у меня есть информация, что попадут 147 объектов общественного питания, реализующих алкогольную продукцию, расположенных на квартирных домах, в том числе 119 объектов, осуществляющих деятельность, имеющие лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, 4 не имеющие лицензии, 24 объекта, принадлежащие индивидуальным предпринимателям. Ну, в любом случае, так или иначе, как-то нужно идти, куда-то нужно идти, возможно, кто-то пострадает, но с кем вот общаемся, с общественными организациями занимающиеся, именно вопросами бизнеса говорят о том, что все, что касается алкоголя, давайте будем жестко регулировать, и как бы и не говорить о том, что вы чьи-то права ущемили, потому что вот там не дали возможность пиво лишний раз продавать. Все-таки мы говорим о здоровом образе жизни, о подрастающем поколении, о нашем будущем там детей, поэтому, ну, вот какие-то меры в любом случае надо будет принимать, и в том числе, наверное, кто-то пострадает. А что же с ними делать? Будут как-то их поддерживать? Или им предположено быть деятельности, пусть уплывает как хотят? Нет, ну почему? Пусть закусочная там как бы работает без продажи алкоголя. Ну, то есть, если у тебя есть конкретный только твое УТП, это продажа алкоголя, то, ну, наверное, пора поменять вид деятельности. А думаете, это поможет в некотором смысле, ну, не знаю, там, популярность алкоголя снизить? Потому что, ну, я понимаю, для кого? То есть это для жителей, да, прежде всего. Вот, выигравшие люди, это жители тех домов, в которых эти объекты расположены, да, вот, проигравшие, соответственно, ну, не знаю, там, в каком-то смысле, наверное, бюджет Кировской области, потому что не получится налога с этих предпринимателей. Ну, вот написано как раз пояснительной запиской, что невозможно посчитать упущенную как бы выгоду в данной ситуации, упущенное, все то, что бюджет не получит. Ну, посмотрим, в любом случае что-то с этим нужно делать, и так или иначе мы пришли к моменту, когда действительно уже слишком популярно у молодежи там и алкоголь, и все эти вейпы, и, в принципе, сигареты, и как бы если с этим ничего не делать, то мы с вами в правильную эту сторону все равно не уйдем. Поэтому так или иначе, конечно, какие-то запретительные меры должны быть. Не знаю, я все-таки скептик немножко в этом смысле, мне кажется, посетители этих мест злачных, скажем так, да, это не молодежь все-таки. Это большая часть у граждан. В том числе, но когда у нас такие заведения рядом со школами находятся, и молодежь, которая мимо проходит, это все видит, потому что в законе, допустим, предусмотрены только метры, а метров там, по-моему, 20, что ли, если я не ошибаюсь, и вот буквально там в моем многоквартирном доме, где я проживаю, открылся на днях, ну, уже сейчас закрылся, и на Кубани. А у нас находятся там три школы в периметре, которые там в общей доступе. Ну, да зачем мы вот это делаем, как бы прям целенаправленно показываем детям, что это все возможно. Конечно, это всего не оградить, конечно, эта культура в том числе и семи, спору-то нет, но тем не менее, если это общедоступно и постоянно вот это все на виду, то все вопросы задают, а почему мне нельзя. Ой, слушайте, я тут вспомнила, ехала в Кирове, по-моему, улица, по-моему, мира эта улица все-таки, при повороте с Луганской или с Ломоносова, не помню, с Луганской, наверное. И там просто дверь в дверь в пятиэтажке библиотека и вот этот магазин, который торгует. Это, слушайте, составляет вспомнить анекдот про Петьку и Чапаева, да, там глаза такие начитанные, начитанные, вот это вот, да, удивилась тоже. Отчасти согласна, да, согласна. Ну, в двух чтениях, насколько я понимаю, этот законопроект сразу будет рассматриваться. Ну, если, собственно, одобрят, то получается, что там какие-то косметические изменения будут, а так он в силу вступит. Он вступит в силу, он вступит в силу, по-моему, если я не ошибаюсь, с сентября. Ну, и, соответственно, будет время подготовиться до этого, как бы, периода и, соответственно, дальше уже перестроить свой бизнес. Тоже ведь, вспомните, когда мы там принимали законопроект об ограничении в квадратных метрах, тоже ведь много было разговоров и так далее, ну, так или иначе. И по времени продажи, я помню, да, когда выводились ограничения, тоже было много недовольных, совершенно верно. А социальный комитет будет ли что-то важное обсуждать из того, что мы сегодня можем с вами анонсировать? Ну, мы там послушаем отчеты, сейчас вот прям так сходу вам не скажу. Не вспомните, да, по повестке? Да, и, соответственно, какие-то моменты, я думаю, что в любом случае они будут оповещены. Ну, в общем, законодательное собрание, да, в этом смысле молодец, всегда какие-то важные темы выносят на поверхности, мы успеем посмотреть все, что там на комитетах пообсуждали. Ну, давайте мы, наверное, к такой достаточно болезненной теме перейдем. С 1 июня в Кирове вырастет стоимость проезда, причем вырастет сразу на треть, с 30 рублей до 40 рублей. И с одной стороны, конечно, можно понять, не знаю, там, предпринимателей, которые занимаются у нас пассажирскими перевозками, потому что действительно все выросло. И бензин дорожает постоянно, и запчасти мы знаем, там, да, и комплектующие какие-то, и, не знаю, там, жидкости тоже, масла и прочее, прочее, прочее. То есть все, что связано с техникой... Семьи будешь тратить на каждого по 80 рублей туда-обратно, например, да, это минимум, то... Ну, это минимум. То это же... Сколько же надо зарабатывать, чтобы ездить на общественном транспорте в Кирове? Ну да, я вчера, когда вопрос посмотрела, как раз спросила многодетную семью, вообще, как они на это все смотрят и реагируют. Вот как раз я и попыталась понять вообще, какие льготы у нас существуют. Значит, льготы для детей начальной школы у нас существуют, опять же, только для малоимущих семей. По-моему, полтора прожиточных минимумов все-таки. И, соответственно, как бы в связи с борьбой с бедностью мы так или иначе этот момент выправляем. И, наверное, у нас достаточно малоимущих семей, но, тем не менее, тех семей, которые там в бюджет превышат 200-300 рублей, тоже немало. И они уже в эту категорию не попадают. Вот как раз многодетная мама сказала, что ее там дочка, которая учится в среднем звене, с кружками и школой, тратит в день 4,5 тысячи рублей. Не в день, ошибаюсь, в месяц. В месяц. На проезд. На проезд. Только на проезд 4,5 тысячи рублей. Соответственно, есть определенные льготы. Сейчас не скажу точно 3-5 рублей вот эта скидка, когда малоимущие семей. Ну, пускай это будет 3 тысячи в месяц, это все равно много. И они нашли выход. Это гражданский проездной, который стоит 1450. Соответственно, его покупаешь и уже неограниченно ездишь в течение месяца. Ну, наверное, он тоже вырастет в связи с повышением с 1 июня. Ну, будет он там условно каких-то там 1600, 1700, не знаю. И, соответственно, как бы всеми ищут какой-то такой выход из положения, чтобы получить бесплатный проезд для школьников начальной школы. Нужно пройти, как обычно у нас там несколько кругов, получить справку в школе, справку отнести в соцзащиту. И в соцзащиту уже пойти в ЦДС, чтобы тебе уже точно подтвердили, потом эту справку возить с собой и так далее. Конечно, наша фракция давно говорит о том, что давайте делать бесплатный проезд всем школьникам. Потому что многие школьники ездят в школу далеко от дома не потому, что им так хочется, а потому что у них школы рядом с домом нет. Мы знаем, что со школами напряженка в первую очередь. Да, и, соответственно, там та же 33-я школа в Коминтерне, которая не вместила всех желающих, потому что это бывший военный госпиталь физически не может. А все едут там в 9-ю или в 34-ю школу на химик. Это там 6-7 остановок, деваться некуда. То есть хорошо, если семья немалоимущая, проезд платный, почему они должны страдать? Давайте хотя бы таким категориям школьников каким-то образом это все компенсировать. Но пока, конечно, никаким образом мы не сдвинулись с этой мертвой точки, потому что находятся разные там объяснения, что это невозможно и так далее. Конечно, там бюджет в первую очередь. Но если мы говорим о льготном проезде, компенсации из бюджета вот этим категориям детей, то ведь в том числе перевозчик получает средства на, о чем мы только что сказали, на бензин, на зарплаты и так далее, на в том числе обновление транспорта. Я понимаю, почему как бы рост происходит, как бы то, что на 10 рублей сразу, конечно, это много, но увидим ли мы эффекты? Увидим ли мы эффект, комфортнее станет в общественном транспорте даже, например, там в сентябре, октябре, чтобы там время было настроиться? Получим ли мы новые автобусы, да, потому что там вроде как с этим умыслом повышается проезд? Я сомневаюсь. Ольга, у нас каждый раз, когда повышается проезд, говорится вот это вот, да? Ну, конечно же, благие намерения. Большими государственными мужами нашего региона говорится о том, что мы, конечно, повышаем цену на проезд, но перевозчикам мы ставим условия, чтобы они, значит, вот обеспечили качественную работу своего транспорта. Будем требовать от них соблюдения графика, работы, значит, в позднее вечернее время, новых автобусов, чистоты в салонах, там, и всё-всё-всё-всё-всё. Проходит какое-то время, и ты понимаешь, что, в принципе-то, ничего не изменилось. То есть, ну, стало получше, конечно, да, больше новых автобусов, да. Может быть, график как-то чуть-чуть скорректировали, да. Да, но случаев, когда люди стоят по 40, по 50, по часу на остановке, ждут какого-то свой автобус, потом возмущённые, значит, когда он приходит, забивается всей этой толпой, и в толкучке потом едут. А ведь у нас ещё вот сейчас дачный сезон, то есть поднимают с 1 июня, как раз когда у нас большое количество садоводов будет пользоваться общественным транспортом. Уже давно стучат и говорят, а почему мы ездим платно? То есть, да, у них тоже эти льготные истории существуют, да, они тоже там какую-то скидку получают, но действительно, они так или иначе в сады поедут и поедут на автобусе, потому что варианты-то какие? Но в бюджете, я так понимаю, средств нет на возмещение затрат перевозчиков, если вот эти все посчитать льготные категории, которые можно было бы возить бесплатно. Ну вот сколько лет мы бьёмся, то есть я там уже депутатом, да, третий год являюсь, Владимир Костин, для меня там был непосредственно, мы каждый год вносим это предложение сделать льготный бесплатный проезд школьникам и пенсионерам. Каждый год мы получаем ответ, средств нет. Поэтому я думаю, что вдруг с 1 сентября это уже не случится. Слушайте, хотела ещё вот о чём поговорить, когда только-только начались разговоры о возможном повышении стоимости проезда, руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом, содержанием дорог, транспорту, инфраструктуре, Константин Сичихин, в нашем эфире тогда говорил, я, говорит, понимаю, что надо, конечно, да, там инфляции, всё растёт, да, то есть там и коммунальные услуги у нас дорожают, и всё остальное. Но почему бы не сделать так, чтобы перевозчикам раз в год регулярно на размер инфляции повышать вот эту вот величину, ну то есть условно там инфляция 8%, перевозчики условно там с 1 января начинают получать за билет с каждого пассажира на 8% больше и прочее. Ну то есть если бы это было регулярно всё время, то это, наверное, не выливалось бы вот в такие болезненные разрывы между 30 и 40 рублями. Я думаю, что, наверное, плюс-минус мы скоро к этому и придём, нужно будет показывать этот постоянный рост, но инфляция-то просто мы сами понимаем, что она не совсем такая, какая есть на самом деле, которая там официально заявлена, но все же это понимают. Соответственно, эти 8% они не так интересны, как одна треть разом и сразу. Как 33. Да, ну и, соответственно, мы понимаем, что закон-то можно внести, вопрос ведь, кто его поддержит, соответственно, чтобы большинство поддержало, нужно, чтобы все, как бы, сказали да, осознанно. Ну и тут ещё такая история есть, мы же знаем, что у нас непопулярные решения стараются отложить на послевыборах. Ну сейчас уже всё прошло, можно. Да, выборы закончились, и вот мы наблюдаем, конечно, да. Ну вот, кстати, разговор о общественном транспорте можно продолжить ещё и там в сторону, опять же, бескондукторной системы. И, соответственно, тем самым, да, закупив оборудование там разом, мы там экономим вопрос зарплаты. Но, опять же, общаясь там с замами, я слышала такую мысль, что там кондукторов мы увольнять не будем. А куда они пойдут, да? Потому что они куда пойдут, ну, в связи с общей там нехваткой кадров, наверное, есть куда пойти, но почему-то как бы есть мнение, что вот кондуктора, а не только кондуктора. Но я, кстати, пожалуй, наверное, не соглашусь, я думаю, что, в принципе, вот в такой ситуации, какая у нас сейчас есть скадровая история, то, как бы, в принципе, наверное, с работой проблемы не должно быть. То есть, наверное, кадров дефицит, мы про это говорим, да, рабочих специальностей прежде всего. Да, и, соответственно, я думаю, что особо как бы не будет проблемы там найти другую, даже, может быть, более оплачиваемую работу. И вопрос, опять же, бескондукторной системы, опять же, нас немножечко поведёт вперёд, потому что мы давно об этом говорим, но, к сожалению, так иначе не идём. По-моему, в Казань что-то вот с 1 июня ввела как раз-таки. Надо будет посмотреть, потому что в Кирове же были попытки, да, ввести вот эту вот историю с солидаторами, но в своё время, когда мы спрашивали у руководителей транспортных ведомств и областного, и городского, почему нет, нам было сказано, что в таком случае мы, значит, вынуждены будем тратить деньги на систему контроля. То есть надо будет формировать бригады контролёров. Ну вот эти же кондуктора и будут как раз контролёрами, пожалуйста. Которые будут ездить по городу, ловить, значит, зайцев. Нет, ну это же вопрос привычки, то есть, соответственно, да, конечно, там год половим, год научим, и дальше, соответственно, ну как, ведь в Советском Союзе так и было, всегда ездили, пробивали билетик. Да, конечно, передайте на проезд с задней площадки вперёд, через весь автобус, кто-то свои 4 копеечки передавал, кто-то ещё передавал, там в итоге, в конце концов, у человека, который стоял возле этого аппарата, накапливалась такая горсть мелочи, он спрашивал, кому и сколько билетов, да, отрывал потом, сам причём. Ну, технологии так иначе шагнули вперёд. И висела такая табличка, на которой было написано «Совесть, лучший контролёр». Ну да, в любом случае, всё равно надо двигаться вперёд, и, наверное, это всё-таки уже даже не завтрашний день, а сегодняшний. Согласна. Надо что-то менять, наверное, и искать какие-то ещё иные способы, там, да, облегчить жизнь перевозчикам, сократить их затраты, а не только перекладывать это всё на плечи пассажиров. Лето стартует, как мы уже с вами сказали, стартуют летние каникулы, можно подводить уже, наверное, итоги учебного года и фактически готовиться уже, наверное, к следующему учебному году. Думаю, видим, что у нас уже и запись в первые классы пошла, да, в апреле, по-моему, стартовала эта кампания. Да, в апреле стартовала, сейчас мы ждём все 5 июля, когда зачислят ребят по месту жительства, и дальше, соответственно, начнётся кампания не по месту жительства, и там до 5 сентября. Были ли к вам обращения от ваших избирателей по поводу того, что куда-то нельзя записаться? Ну, в этом году, кстати, как-то ровно всё прошло, и я посмотрю, похоже, всё-таки уже начала играть роль демография, спад общий вот как раз-таки вот этого возраста как раз пошёл. Ну, либо люди уже поняли там за эти годы, что проблема, и начали заранее готовиться, и, в принципе, вот в этом году прям такого потока, как там предыдущие 2-3 года, особенно там чистые пруды, такого наплыва не было. В молодёжных районах. Но, опять же, подождите, давайте дождём 5 июля, возможно, люди ещё надеются, что у них всё хорошо, а 5 июля они узнают, что они не попали в школу по месту жительства. И дальше они будут искать. А, подожди, как можно не попасть в школу по месту жительства? Нет мест. И что? А школа, значит, обязана предоставить место при его наличии, если его нет, то будет отказано даже по прописке, и дальше, соответственно, департамент образования будет предлагать все места в школах, где они есть, и дальше, если это будет далеко от дома. Ага, и школьникам придётся ездить за деньги. И опять же вопрос с проездом. За деньги придётся ездить куда-нибудь в другой район. Да, то есть этот год мы плюс-минус как-то ровно пережили, но про школы, я думаю, что можно отдельно поговорить. В принципе, мы видим строительство школы, было там анонсирование 10 школ, которая в этом году, ну, дай бог, будет одна в чистых прудах достроена, потому что там, как бы, действительно упор сделан на то, чтобы её построить. А всё остальное, дай бог, мы получим в 25-м. Ну, конечно, у нас, опять же, остаются проблемные микрорайоны, которые очень-очень давно ждут, и дождутся ли в 25-м тоже вопрос. Вот конкретно про Долгушина, да, хотела бы сказать, потому что недавно мы выезжали с группой актива родителей, застройщик нас пускал на площадку, мы как раз задавали все вопросы. Уже даже нету никакой там истерики, грубо говоря, там, нервов, потому что все понимают, что школа очень нужна, уже скажите, когда она будет. Там, конечно, основной момент в том, что, если помните, падала ферма, соответственно, начали экспертизу, поняли, что надо всё укреплять, и вот сейчас все документы обещали нам, что в середине мая выйдут из экспертизы, но пока вот последняя смс-ка была, что конец мая ждём, и 10 июня увидите уже, как бы, какое-то глобальное движение, и что прям увидите, что мы школу устроим. Очень на это надеемся, потому что в школе Торфиной тоже есть вопросы, тоже, как бы, там есть отставание от графика. Также стоит обратить внимание, там, школа Налинский, Котенич, тоже, там, как бы, под вопросом вообще в районах по поводу строительства. Там плюс-минус, ну, Чистой пруды уже сказала, там, Урванцево, заводская, там, как-то, не заводская, зональное строительство поактивнее идёт, ну, и опять же, там, Зубаревский лес, проспект строителей, тоже есть опасения определённого характера. Но, опять же, нужно говорить о том, что застройщик со стройщиком, ну, и город в вопросах коммуникации тоже, как бы, не торопится, потому что тоже, там, Долгушина, да, по поводу Ливнёвки, школы должны были, там, создать года три назад, а Ливнёвку только в этом году торговали. То же самое, там, с Зубаревским лесом, не знаю, торгована ли она до сих пор. Поэтому тут, в любом случае, клубок проблем, и все, конечно, эти новые школы очень ждут. Да, ещё же у нас в Шевелях школа строится, это что-то грандиозное, судя по стройплощадке будет, посмотрим, решит ли это проблема. Ну, вот, возможно, я тут с вами соглашусь, строительство школ и сдача этих школ в эксплуатацию примерно совпадёт со снижением количества первоклассников потенциальных, да, и будут опять вопросы, а зачем мы столько построили, если туда никто не идёт? Нет, ну, в любом случае, нам надо разгружать то, что есть сейчас, то есть те дети, которые там уже сейчас учатся во вторых-третьих классах, вот когда они с трудом попадали в школу, им ещё учиться там 9-10 лет, соответственно, их-то в любом случае надо разводить, иначе школа будет работать в одну смену, к чему мы очень-очень давно стремимся и идём, пока такой возможности нет, где-то до сих пор существует промежуточная третья смена, которая там плавно скрывается, что никакой третьей смены нет, но дети просто начинают учиться в 11 часов, а вторая смена в 2. Я на самом деле себя вспоминаю и думаю, что сейчас, наверное, дети, которые уже учатся в коллективе, для них это будет проблемой, да, чтобы оставить там своих одноклассников и перейти в какую-то другую школу. Это будет проблемой, и я, допустим, там многих мам знаю, которые там в комментарии, если мы говорим, которые не попали в 33-ю школу по месту жительства, которые перешли бы в новую школу, когда она там будет построена в Долгушино и ушли учиться в 9-ю, они сейчас не уедут в новую школу, они будут учиться в том коллективе, в котором они учатся. Единицы, скорее всего, перейдут, либо будут как-то решать вопрос целыми классами. Ну, посмотрим, мы все доживем, потому что на данный момент, к сожалению, до сих пор, хотя мне в декабре месяце обещали дать табличку, новые школы, какие номера они получат, либо это будет новая школа, либо они будут закреплены за старыми школами. Напомнила я на прошлом пленарном заседании Ольги Николаевны, к сожалению, до сих пор не получила. Очень надеюсь, что все-таки просто забыли. Ольга Николаевна, это Ольга Рысева, да, министр? Да, министр образования. Да, были ли еще какие-то жалобы в течение этого учебного года? У нас в свое время при Чьевоизвицах был вопрос школьного и детсадовского питания, качества этого питания, много было к вам обращений в родительский контроль. Удалось ли нормализовать эту историю? Да, и так же точно все идет, вялотекущим образом, ничего там сильно не поменялось. Сейчас мы видим картину как раз-таки. Дети-то хоть едят? Ну, дети едят, конечно. Вопрос вот сейчас вот последний актуальный. Это невозможность комбинату питания, ну, как бы невозможность, а есть проблема от транспортировки этих продуктов. Вот сейчас начались городские лагеря, школу надо насыщить продуктами, чтобы дети ушли в городские лагеря. А садики остались вот опять, значит, по остаточному принципу. То есть сидят и ждут, когда же им продукты привезут, а многие садики просто ездят сами и забирают эти продукты. То есть нет техники, что ли, чтобы привезти? Ну, нет, видимо, людей, нет водителей, нет, машин не хватает и так далее. То есть проблем и вопросов все равно много. Это просто сейчас как-то так ушло в вялотекущее, видимо, под другими какими-то проблемами там больше акцент сейчас дается. То есть, как бы, да, возможно, как бы кормят более-менее ничего, но либо все уже привыкли как бы к этой еде и, соответственно, смирились и едят. Вот есть какие-то там родительские контроли ходят, контролируют, смотрят и так далее. Возможно, как бы это откорректировано. Но вопрос как бы именно работы комбината, я не скажу, что он прям сверх поменялся, чтобы можно было сказать, да, наконец-то мы перешагнули эту проблему и теперь идем другим путем. Но жалоб стало меньше. Ну, конкретно ко мне, да, как бы вот прям потока жалоб нет. Сейчас мы начинаем как раз вопрос проверки загородных лагерей, городских лагерей, то есть как раз тоже вопрос питания. Вчера буквально у нас там круглый стол прошел по организации питания в загородных лагерях. Тоже мы все понимаем, что ситуация тоже во всех лагерях разная. Где-то вопрос, опять же, оборудования, персонала. Если мы говорим про вятские каникулы, то это тоже закупка, это тоже аутсорсинг. То есть как бы тоже как бы ситуация по питанию, как бы она требует определенного внимания. Ольга Тарыкина, депутат Законодательного собрания Кировской области, председатель общественного движения «Родительский контроль» в нашей студии. Мы программу «Особое мнение» продолжим после рекламы и про загородный отдых, городской отдых летних детей обязательно поговорим. Особое мнение на 101FM И мы продолжаем. Ольга Тарыкина, депутат Законодательного собрания Кировской области, председатель общественного движения «Родительский контроль» в нашей студии. Летний отдых детей. Вы уже сказали, да, про то, что сейчас начинают работать и городские пришкольные лагеря, и загородные лагеря. Что у нас с детским отдыхом? Я правильно понимаю, что сейчас есть повышенная потребность, скажем так, вот в этих путевках, потому что родители далеко не все могут себе позволить вывезти ребёнка на море при нынешних ценах, и уж тем более немногие могут позволить себе поехать за границу вместе с ребёнком. Ну, давайте говорить о том, что и этот отдых тоже не дешёвый, то есть вот пришкольный лагерь мне обошёлся в этом году в 10 тысяч рублей примерно, а загородный лагерь мне обошёлся в 36. Это на одного ребёнка? На какой срок? Две недели или... Пришкольный? По три недели, получается. По три недели. Загородный 19 дней, пришкольный три недели. Поэтому, в принципе, наверное, тоже не каждый себе готов будет это позволить. Есть бесплатные льготные путёвки для определённых категорий, которые тоже, опять же, не все попадают. То есть тут недавно у меня было обращение мамы, что их дети, многодетная семья не попали в загородный лагерь. Ну, сейчас разбираемся, смотрим, возможно, там ещё подкорректируется что-то. Ну и, соответственно, вопрос цены. Наверное, попасть можно. Наверное, в принципе, плюс-минус места есть. Но, опять же, во всех загородных лагерях, которые пользуются очень большой популярностью, места разобраны ещё в феврале. Да, у нас был на прошлой неделе Георгий Барминов, министр молодёжной политики. Он тоже рассказывал о том, что те лагеря, которые популярны, те, которые, видимо, там обеспечивают какую-то интересную программу, в которых, может быть, корпуса новые, но я не знаю, там, да, сейчас такие условия. Не всегда корпуса новые, не всегда туалеты тёплые, не всегда. Именно программа, именно наполнение, именно педсостав, который даёт прям такую яркую картинку, запоминающуюся, что дети готовы ехать туда, несмотря на условия, да, там, стены и так далее. Хотя у нас, в принципе, сейчас дети с такими, с большими запросами, потому что хотят комфорта, то есть я там, себя вспоминаю, 20 лет назад мы ехали, вообще не думали, где чего и как там. Сколько человек будет в палате, будем ли мыться вообще, да, давайте в туалет. Сейчас, конечно, запрос всё равно немножко другой, но, как бы, да, надо отдать должное, что действительно на программу, на людей, дети готовы ехать, ехать, как бы, не совсем комфортно, может быть, условие где-то, а где-то действительно комфортно условие, как, например, вот у нас частный лагерь Солл Трейн, который сейчас на слуху и очень набирает, но там, опять же, как бы, цена вопроса чуть дороже, чем в других лагерях, и тут уже становится момент, как бы, а готовы ли родители за это заплатить. А есть возможность у родителей каким-то образом сэкономить? Я помню, поднимался ведь вопрос о том, чтобы увеличить вот ту сумму, которую родителям компенсирует бюджет. А мы её увеличили, мы её увеличили, сейчас где-то день стоит 590 рублей, это субсидии из бюджета, но, соответственно, все родители, не надо никаких заявлений писать, они и так или иначе экономят, потому что деньги получают лагерь непосредственно напрямую, то есть условно. Это касается любого ребёнка, не только ребёнка из многодетрии. В Кировской области, если из другого региона приятно, то это, как бы, льготы не смогут воспользоваться, но, получается, какой момент, то есть хорошо, то есть без льготы путёвка бы, там, стоила на 6 тысяч, да, допустим, там, дороже, а с льготой вот она стоит дешевле, но так или иначе она стоит 36. Возможно, там есть лагеря дешевле, вятские каникулы, как бы, будто бы, там, стоимость путёвки, там, около 30, наверное. Поменьше, да, поменьше, да, ну, за счёт каких-то, там, других вложений, но не за счёт того, что какие-то родители, там, написали правильное заявление, да, и поэтому, как бы, им стало, там, чуть дешевле, но, опять же, повторюсь, что есть льготная категория, многодетные семьи, дети СВО, которые получают путёвки бесплатно. Как раз стоял вопрос, что, как раз, эти дети не могут выбирать лагеря, дети СВО, по-моему, как бы, есть такая возможность индивидуально, в любой лагерь, а вот, как раз, соцзащиты и так далее, они, как раз, едут вятские каникулы, потому что, ну, как раз Георгий Андреевич объясняет это тем, что госзадание так, ну, проще и эффективнее, как бы, дать, нежели, как бы, как они могут участнику приказать, что, там, вы берите обязательно, там, таких-то детей. Ну, тем или иначе, наверное, это как-то можно скорректировать, договориться, там, ещё. Слушайте, а вот на этом поле вообще игроков не очень много, я смотрю. Если мы говорим про загородный лагерь, то у нас 23 загородный лагерь. Всего в области, это ведь немного совсем. Ну, это немного. Лагеря все требуют реставрации, вложений, капитальных ремонтов. Ну, все. Ну, вот, кроме, может быть, там, пару частных лагерей. И, соответственно, вопрос, как бы, финансирования, он тоже такой стоит, как бы, широко и глубоко. Пришкольный лагерь, вы сказали, что отправляете ребёнка в пришкольный лагерь, всё-таки это больше про отдых или про присмотр, что называется, когда родители? А тоже ситуация разная, то есть вот тоже, как бы, пообщалась с мамами с разными в том году, особенно, как бы, вот, как раз был такой момент пиковый, то есть какие-то школы обеспечивают классные программы, классные мероприятия, действительно какую-то базовую, как бы, красивую картинку делают, да, то есть ребёнок не просто каждый день приходит в школу, а приходит в какую-то игру. А есть лагеря, которые действительно уходом и присмотром занимаются, когда ребёнок там с телефона не вылазит, а родители ещё и за какие-то мероприятия заплатили. То есть, опять же, вопрос... То его просто покормят, сводят куда-то на экскурсию. Ну, сводят, может быть, в бассейн, может быть, в музей, а всё остальное время они могут просто просидеть в телефоне. Возможно, в какие-то спортивные игры поиграют, всё зависит опять же от школы. То есть, если школа готова вкладываться, готова давать, готова программу составлять, то, как бы, ребёнку всё понравится и будет ярко и насыщенно, и это будет не про уход и присмотр, это будет действительно про детский отдых. Если школа говорит о том, что, ну, нам сказали надо, поэтому мы тут вроде открыли, что вам ещё надо, накормили, то это вполне возможно будет просто. А дневной сон сейчас есть в школьных лагерях? Я помню, что в нашей школе, когда эти лагеря открывались, мы просто раскладушки с собой приносили. Это вот была такая вереница детей с раскладушками, родителей с раскладушками, которые... Ну, и лагерь заканчивается в 2-3 часа, поэтому, в принципе, спать некогда. Но, наверное, многие родители согласились бы, чтобы ребёнка отпускали в 6, пусть он там поспит. Но так всё равно хоть какое-то время он находится под присмотром, под приглядом, не предоставлен сам себе. Мы понимаем, что летние каникулы, да, это время такое очень напряжённое с точки зрения безопасности, в том числе на дорогах. Я, как водитель, могу сказать, да, что большое количество детей на улице, которые там бегают, это лето, они живут, вот у них же вот праздник, каникулы, да. Ну, то есть они не совсем, может быть, готовы к тому, что их какая-то опасность подстерегает. И все мы видели, конечно, многие, наверное, да, это видео, трагическая эта история на перекрёстке Производственной и улице Ломоносова, где 9-летнего мальчика на велосипеде насмерть сбила фура. Вот. И не очень понятно сейчас, то есть понятно, что там сейчас разбирательство, да. Эту ситуацию нужно как-то решать. Я помню, был подобный случай на перекрёстке Производственной ищерса, там тоже фура, поворачивая, сбил насмерть мужчину, это было несколько лет назад. После этого принято было решение, как я понимаю, разделить фазы светофора. Ну, то есть, вероятно, вот это выход какой-то или нет? Ну, я думаю, что однозначно в любом случае тут как бы светофор, наверное, сыграл бы роль, потому что один поворачивал на зелёный, второй вроде тоже на зелёный пытался, но так или иначе велосипед, это тоже как бы отдельная история, да, то есть стоял бы он там на ногах, наверное, может быть, по-другому. Ну, и опять же, водителя фура-то тоже надо понять на такой глобальной машине, то есть как бы увидеть тут. Он не увидел, да. Хотя вот эти вот стрелочки, которые появились, беленькие, которые предупреждают водителя, что ты едь, конечно, но у тебя могут идти пешеходы, мне кажется, что они не работают. Ну, то есть водитель, который дисциплинированный, он так знает, что при повороте он должен пропустить пешеходов, если это не отдельная секция. Ну, я думаю, что в любом случае, наверное, снова, до ладом мы начнём там думать госавтоинспекция, которая переименовалась, да, на днях в ГАИ, начнёт какие-то меры предпринимать. Мы, опять же, понимаем, что и очень много детей побежало, и в том числе побежали они по пешеходному переходу, это всё равно, в любом случае, вопрос к родителям. Каждый день, значит, нужно объяснять, нужно говорить. Вчера я своему ребёнку говорила после трагедии на Пятницкой Ленина, что вот, посмотри, мы там живём рядом. Мотоцикл сбил девочку, и что, говорю, вот, видишь, она там по пешеходному переходу шла и так далее. Ну, мой ребёнок сказал, да, я маму знаю и так далее. То есть, ну, конечно же, как бы все дети разные. В любом случае, это работа родителей. И вот я, знаете, о чём подумала ещё, наверное, всё-таки надо ужесточать штрафы за мобильный телефон и за рулём. Потому что, мне кажется, очень много отличений водителей как раз-таки вот на все эти мобильные гаджеты. Многие едут, себя снимают, сторисы там эти выкладывают. Многие там пытаются просто разговаривать по телефону и так далее. Наверное, всё-таки пора прям ужесточать, потому что так или иначе, внимание должно быть вниманием. Я бы ещё для пешеходов ужесточила, если честно. Ну, это отдельная история. Потому что я тоже наблюдаю, как люди переходят дорогу с телефоном уха и даже не повернув голову. То есть, они не посмотрят. Ты идёшь по пешеходному переходу, столько раз об этом говорилось, что ты на пешеходном переходе, пешеход, ты, конечно, прав. Но если тебя водитель не увидит, жизнь одна, да... С этим я полностью согласна. Ещё, знаете, у меня личное мое какое-то наблюдение и крик души. Вот когда стоят на пешеходном переходе и думают переходить, не переходить, или просто стоят, разговаривают и кого-то ждут, так давайте тоже будем этих пешеходов штрафовать, потому что вот водитель, когда не остановился пешехода, не пропустил, а когда он остановился пропускать, а пешеход не собирается идти, ну, это какая-то тоже отдельная песня, потому что, ну, так или иначе, все участники дорожного движения и все должны соблюдать правила. Достаточно ли в школах обучения правилам дорожного движения? Ну, я думаю, что в любом случае во всех школах все прошли, и я думаю, что надо, наверное, как-то отдельно внимание на это обращать. Вот, допустим, ситуация была, я тоже поднимала на одном из комитетов, Ленина, МОПРА, три школы здесь находятся, и там, значит, вот этот вот светофор диагональный, как мы его там называем простонароднее, а он в какой-то момент сломался, и его как бы настроили обратно, когда ты ходишь по обычно, по квадрату, и никого, и ни одного сотрудника там ГИБДД, да, который стоял бы и говорил о том, что посмотрите внимательно, потому что все идут по старой памяти, все идут по старой памяти, все идут по диагонали, хотя им светофор не горит. Вот в этих моментах, мне кажется, нужно корректировать отдельно, потому что ситуации могут быть разные на дороге, действительно, светофор там как-то там сломался и так далее, а дети ездить. Ольга, вы сторонник того, чтобы показывать ребенку вот эти вот видео ужасные, которые есть у нас сейчас, там, с авариями, да, чтобы показать ему, как не надо себя вести на дороге. В какой-то мере я бы, наверное, показала, особенно детям уже там плюс-минус постарше, которые там, ну, особенно вот летний период парням на велосипедах, я бы что-то показала вот именно для ужесточения и устаршения, потому что на самом деле не понимают, когда просто говоришь, 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 ну, просто не слышат. Где ловушки какие-то, да, для пешеходов так называемые. Спасибо большое, Ольга Тарыкина, депутат Законодательного собрания Кировской области, председатель общественного движения «Родительский контроль» была сегодня в нашей студии. Берегите себя и всем хорошего, безопасного лета. До свидания. Особое мнение на 101FM